Время новостей 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 На их основе ПОК-ИТС может начать подачу тепла. 17 котельных отремонтированы и ждут своего часа. Сегодня с самого утра интенсивно поступают паспорта готовности. Вот они и сейчас еще поступают. Сегодня, я надеюсь, мы большую часть объектов включим. Подключение жилищного фонда будет производиться в срок с 24 по 31 августа. Первые дома, которые были готовы принимать теплоэнергию, находятся под управлением компанией Коми-Сервис на Ренмар-Строй и ПОК-ИТС. Также начали отопительный сезон в поликлинике и детских садах. От школы паспортов готовности пока не поступало. Они должны быть готовы до 1 сентября. Тем временем в ПОК-ИТС продолжаются ремонтные работы. Нам выделено было 10 миллионов на капитальный ремонт сетей, в том числе и ремонт котлов. Мы на сегодняшний день на 70% работы по капитальному ремонту выполнили. Также мы своими силами выполняли текущие ремонты, профилактические работы. Осталось завершить капитальный ремонт теплосетей на улицах Южная и Меньшикова. На Первомайской и Авиаторов необходимо завершить ремонт водоводов. По словам Натальи Бетхер, эти объекты никак не повлияют на начало отопительного сезона. Если же сбои в отоплении все-таки случились, в Нарьенмаре работает горячая линия. Специалисты Государственной инспекции строительного и жилищного надзора ответят на вопросы начала прохождения отопительного сезона. С момента объявления отопительного сезона уже тепло должно поступить в дома. Но бывает, что где-то нерадивая управляющая компания не успевает заканчивать ремонтные работы, подготовить систему отопления. И в связи с этим как раз в нашей инспекции будет работать телефон горячей линии, их вернее даже два номера телефона, где мы будем принимать обращения граждан как раз по этим вопросам. До конца августа в Нарьенмаре пройдет ряд совещаний, на которых ресурсоснабжающие организации предоставят отчет по подготовке к зиме. Валентина Чебичек, Владислав Москин, Телеканал Север. Жители сел и деревень обучат правилам оказания первой медпомощи. В деревнях Осколково и Мгла появятся дворовые хозяйства, на которые возложат функции по оказанию первой медицинской помощи. Актуальные направления развития образования на современном этапе и задачи на 2015-2016 учебный год. Педагоги готовятся к ежегодной августовской конференции. Красота – капризная вещь, но любой ее каприз исполнит. Всем известный «Парадис». Салон красоты «Парадис». Косметологические и эстетические процедуры для лица и тела. Маникюр, педикюр, различные виды массажа, профессиональная косметика, подарочные сертификаты, постоянным клиентам скидки, а также ежемесячные акции. Прием ведет врач-косметолог-дерматолог. Салон красоты «Парадис». Подведут итоги прошлого учебного года и определят задачи на новые. Учителя, воспитатели, директора и заведующие окружных школ и детских садов соберутся на традиционной августовской конференции педагогических работников. Главной темой встречи станут актуальные направления «Развитие образования на современном этапе». Задачи на 2015 и 2016 учебный год. С педагогами встретятся первые лица региона, уполномоченные по правам ребенка и по правам человека, специалисты управления образования, представители общественности, полицейские, работники надзорных органов и другие. Стартует конференция с торжественной части и пленарного заседания в культурно-деловом центре Арктика. 28 августа для руководителей образовательных учреждений пройдет семинар на базе техникума. Здесь же будут работать и деловые площадки. Принять участие в работе конференции приглашаются ветераны педагогического труда, представители попечительских советов, образовательных организаций и родительских комитетов. Готовятся к новому учебному году и стражи порядка. На территории Наринмара и поселка Искатели окружной полицейский проводят оперативно-профилактическое мероприятие «Подросток безопасность». Оно организовано с целью профилактики и предупреждения о правонарушении несовершеннолетних. Выявление безнадзорных и беспризорных детей, пресечение наркомании, алкоголизма и табакокурения в подростковой среде, а также выявление лиц, повлекающих подростков в противоправные действия. С 21 по 27 августа стражи порядка обратят внимание на готовность подростков и родителей к началу учебного года, а также проведут профилактические беседы с подучетниками. На сегодняшний день сотрудниками отдела по делам несовершеннолетних МВД России по Нинецкому округу проверен 31 подросток по месту жительства. И 12 родителей группы риска. К административной ответственности привлечено два родителя за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, а также за нахождение несовершеннолетнего подростка в состоянии опьянения. МВД России по Нинецкому округу призывает граждан также принять участие в этом мероприятии. По всем вопросам обращаться по телефону дежурной части 02 или 421-26. Жители сел и деревень Нинецкого округа обучат правилам оказания медицинской помощи при несчастных случаях, травмах, отравлениях и заболеваниях, угрожающих жизни и здоровью. В регионе будет сформирована новая структура сельских медучреждений. Такие меры приняты в соответствии с приказом Минздрав соцразвития России. Тип медицинского учреждения будет определён в соответствии с численностью жителей населённого пункта и расстояние до ближайшей участковой больницы или фельдшерско-акушерского пункта. Если численность населения превышает 400 человек, а расстояние до ближайшего медицинского учреждения больше чем 6 километров, организуются врачебные амбулатории или участковые больницы. В случае меньшего расстояния в населённом пункте должен быть ФАП. При численности жителей от 30 до 400 человек и при условии, что расстояние до ближайшей медицинской организации более 6 километров, будут организованы фельдшерские или фельдшерско-акушерские пункты. Согласно новой структуре, в населённых пунктах с численностью жителей менее 30 человек и не имеющих ФАП будут выбраны дворовые хозяйства, на которых возложат функции по оказанию первой медицинской помощи. До 1 декабря людей, которых выберут из числа местных жителей-медики, обучат правилам оказания первой помощи. При несчастных случаях, травмах, отравлениях и заболеваниях, угрожающих жизни и здоровью. Всего в регионе будет организовано два таких хозяйства. В Осколково с прикреплением к Красновской амбулатории. И в деревне Мгла оно будет работать от Несской участковой больницы, пояснил начальник управления здравоохранения Ненецкого округа Андрей Апицын. Здесь мы максимально хотим сохранить ту сеть, которая у нас существует. Речь не идёт о закрытии каких-либо фельдшерских, акушерских пунктов либо врачебных амбулаториях. Хотя, несомненно, реструктуризации и преобразования у нас они будут. Может быть, какие-то участковые больницы будем переводить в амбулатория, либо амбулатория в фельдшерские, акушерские пункты. Но это у нас ещё пока на стадии развития. До начала работы по новому стандарту жителям региона предлагается оценить качество работы окружных медицинских учреждений. Оценка проводится Министерством здравоохранения России во всех субъектах в форме анонимного анкетирования. Проголосовать можно как в интернете на сайте Росминздрава или пройти по ссылке сайта Департамента здравоохранения, так и в зданиях лечебных учреждений. На выбор предлагаются две анкеты для оценки качества оказания услуг медицинскими организациями в амбулаторных и стационарных условиях. Анализ анкетирования будет проводить Общественный совет. Подробнее рассказал ведущий консультант отдела информатизации Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ренат Ниязов. Ежемесячно по результатам анкетирования будет приходить высылаться анализ для нашего Общественного совета. Соответственно, Общественный совет уже будет видеть, как голосуют наши граждане и принимать решения о, наверное, каких механизмах можно, как улучшить медицинскую помощь, на что надо обратить внимание. Оставить свой отзыв можно по работе окружной больницы, стоматологической поликлиники, дома ребенка, противотуберкулезного диспансера, поликлиники Заполярного района, а также семи участковых больниц и восьми амбулаторий округа. Анкетирование продлится до первого ноября. Алена Валея, Александр Дуркин, Телеканал Север. Курсы рубля будет крутиться, как белка в колесе, как минимум три года. Бубном по курсу своими предсказаниями решил ударить Николай Талеев, в народе больше известный, как Коля Шаман. В конце лета ускоряем зиму. Легендарные снегоходы Скиду и Линкс с выгодой до 100 тысяч рублей. Только в августе, только в салоне Барс. Барс официальный дилер Берби. Осень. Она не спросит. Осень вам даст пакет. Ну а пакет такой, что ты ей не скажешь нет. Лучшая осень на севере от Ненинской телерадиовещательной компании. Два пакета самых выгодных рекламных предложений нового сезона. Заказ на минимальную сумму от 15 тысяч рублей. Для максимального проката рекламы на телеканале «Север» Радио Нарьенмар-ФМ. Размещение баннера на сайте телеканала с переходом на сайт рекламодателя. Для постоянных клиентов супер-предложения. Подробности по телефону 2-17-17. У Ненинского округа есть все шансы стать лучшим в сфере событийного туризма. Четыре проекта «День защиты холода», «Семенхат, Мерета», «Лыжный переход» и форум «Дружба ворота в Арктику» примут участие в национальной премии Russian Event Awards. В номинации «Лучшие идеи для развития событийного туризма» округ представит Международный день холода. Впервые праздник арктических регионов отметили в 2012 году. Инициатором проекта стал Матвей Чупров. Первые три года «День защиты холода» проходил в стойбище Ненинской общины ВЫ, затем в туристическо-культурном центре. В рамках проекта проходят конференции и встречи «Круглые столы». В народных гуляниях участвуют главные герои зимы Дед Мороз из Великого Устика, Санта-Клаус из Лапландии и герой народных северных сказок Ямалыри. Для гостей организованы викторины, семейные эстафеты, снежные горки и аттракционы. Не только мы видим на национальном уровне, а все-таки в международном масштабе, потому что этот праздник и его основная цель это привлечь внимание всего мира к Арктике, как территории, где формируется климат всей Земли. Сейчас, по итогам голосования в Северо-Западном округе, на 24 августа от Северо-Западного округа День защиты холода остался единственным в Северо-Западном округе. Он прошел на следующий этап. Среди проектов по развитию народных традиций и промыслов за победу будет бороться традиционное спортивное состязание оленеводов. Семенхат-Мерита самый быстрый. Лучшим событием Северо-Запада, посвященным 70-летию победы в Великой Отечественной войне, может стать лыжный переход по деревням Нижней Печорья «Снежные призраки». Была проведена большая работа по физической подготовке, потому что лыжный переход он на самом деле в суровых зимних климатических условиях, он сам по себе является стрессом на самом деле. Но помимо самого перехода у нас были, перед нами стояли ряд других задач, которые мы в полном объеме отработали на самом деле. Лыжники отследили, в каком состоянии находятся памятники героям Великой Отечественной войны, изучили их местонахождение и состояние, сняли координаты каждого обелиска. Все памятники будут внесены в единый геопортал объектов военно-исторического наследия. Всего за шесть дней молодые люди, снежные призраки, как они себя называли, посетили восемь мемориалов, десять печорских деревень, преодолели 200 заснеженных километров. Еще один проект, направленный на развитие внутреннего туризма, форум дружбы, Ненецкий автономный округ «Ворота» в Арктику, его представила автономная некоммерческая организация «Друзья Заполярье». Итоги голосования по Северо-Западу будут подведены 8-9 сентября 2015 года. Лауреаты региональных конкурсов примут участие в финале национальной премии в области событийного туризма Russian Event Award 2015 года, который пройдет в октябре в Казани. Поддержать Ненецкий округ и оставить свой голос за понравившийся проект на сайте конкурса может каждый желающий. Бубном по курсу рубль еще три года будет крутиться, как белка в колесе. С таким макроэкономическим прогнозом в Санкт-Петербурге выступил Ненецкий шаман Коля. Все надеются, что рубль будет подниматься. Нет, он будет крутиться, как белка в колесе, но он не будет больше давить на сознание людей. Николай Талеев, больше известный в Ненецком округе как потомственный шаман Коля, предельно доступно рассказал о будущем и других ведущих мировых валют. Рубль все равно будет укрепляться. Валюта в Евросоюзе будет подниматься, а валюта в долларах будет укрепляться только для тех стран, которые будут доверять именно этой валюте, где она больше прижилась. По его мнению, очередной экономический кризис это не кара и не наказание для человечества. Это были новости от наших корреспондентов. Будьте в курсе последних событий. Напомните, телеканал «Север» вы можете смотреть в пакете НТВ+. А также в режиме онлайн на сайте трксевер.ру Всего вам доброго!